Девушки отдыхают Всем привет! Пока цимоглок не сдох, надо сделать из него еще что-нибудь такое эдакое. В голову пришла идея создать подобие флакс на основе деталей от цимоглока. Такое подобие получилось и назвал я его флюк или флюгигхаймен. Когда будете перекидывать запчасти из цимоглока в новую рамку, поймете почему у него такое название. А я перехожу к сборке. Точнее я покажу как собрать печатные детали. А вот все остальное вы пожалуйста сами. Самая большая и главная деталь это рамка. Если ваш принтер не сможет ее напечатать целиком, то можно смело закрывать это видео. Я честно пытался разбить рамку на части для удобства печати. Но сборное изделие не обеспечивало достаточной жесткости при использовании приклада. Поэтому печатаем только цельным куском. В рабочий стол 230х230х250 данная деталь точно помещается. Итак, в распечатанную рамку перекидываем основные детали от цимоглока со всеми пинами и винтами, за исключением крышки моторного отсека. Фиксация ствола на рамке осуществляется при помощи детали номер 2 и винта 1.7991 М3 на 6 мм. Далее установим обновленную крышку моторного отсека, деталь номер 3 и зафиксируем штатными винтами. Следом установим щечки на рукоять, деталь номер 4 и зафиксируем винтом ISO 7380 М4 на 10 мм. Теперь в заднюю часть рамки установим кнопку фиксации приклада, деталь номер 5. Пока без пружины, необходимо добиться свободного хода кнопки по пазам, без заеданий. Далее натягиваем слайд от цимоглока, затем устанавливаем крышку платформу для коллиматорного прицела, деталь номер 6. Фиксируем винтом GIN 7991 М4 на 10 мм с задней части, а по бокам двумя винтами М3 на 10 мм. На крышку можно установить коллиматор типа РМР. Теперь попробуем установить пружину для кнопки фиксации приклада. Через отверстие в задней части рамки. В виде пружины я использовал отрезок в 30-35 мм от стандартной пружины из гирбокса. У кнопки и крышки есть посадочные места под данный тип пружины, поэтому установка интуитивно понятна и не очень сложна. Готово. При желании можно установить фальш ДТК по направляющим и также по желанию его фиксация на винт GIN 7991 М4 на 16 мм. Переходим к прикладу. В приклад деталь номер 7 устанавливаем толкати деталь номер 8. Вставляем еще один кусок от пружины длиной 30 мм и фиксируем винтом GIN 7991 М5 на 20 мм. Для корректной работы приклада необходимо прикупить алюминиевую полосу с габаритами 2 на 15 на 1000 мм. Размеры полос с размерами пазов указаны на экране. Также в архив будет добавлен PDF файл с рисунком 1 к 1 для удобства. Выпиливаем полосы по указанным чертежам и устанавливаем их в приклад. Устанавливаем крышку приклада деталь номер 9 и фиксируем четырьмя винтами GIN 7991 М4 на 10 мм. При желании на приклад можно установить куды антабку. Теперь приклад в сборе устанавливаем в пазы на рамке при зажатой кнопке фиксации. Проталкиваем до упора, кнопку уже можно отпустить. При фиксации слышим щелчок, приклад зафиксирован. Раздвигаем приклад в обратной последовательности. Но только при условии, что флажок приключения режимов огня установлен на одиночку. У меня что на одиночном режиме, что на очереди всегда стреляют очередью. Так что я не переживаю из-за этого. Флюк готов. Флюк готов. Продолжение следует... Интересной особенностью данного изделия, помимо интегрированного приклада и места для установки коллиматора, также является передняя рукоять, в которой можно переносить до двух штатных магазинов для цимоглока. Не уверен, что этим будут пользоваться, но вдруг... На этом у меня все, модельку при желании можно найти по ссылке в описании, а я прощаюсь, всем здоровья и до скорого! Продолжение следует...